МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вас святая служба информации телерадиокомпании Гомель, в студии працуем Наталья Игнатенко. Глядите ухо этим выпуску. Компетентная допомога. Правовые инспекторы працы холиновых профсоюзных организаций сенне провели промы телефонные линии. Леки с доставкой на дом. У Гомеля заказать медикаменты можно онлайн. Дожды на больнице и моцный ветер. На завтра у Беларуси обвешено штормовое попереджение. А зараз об этом иншим больше подробязно. Александр Лукашенко запотребовал подтримать людей и працонные коллективы. Об необходимости такого уважливого ставления президент говорил сенне подчас доклада керавника справ. Виктор Шейман регулярно информует президента об выниках працы. Александр Лукашенко поцекавился, как идут справы у подведомостных предприемствах. И хоть на встрече обмерковывали деятельность минавита этой структуры и подпродкованных ее организаций, вядома акценты президента гучали не только для их. Такой линии Украине подтримки тех, кто соправдымая потребу и отшивая на себе негатив пандемии, притримливаются у целым. Естественно, что и на предприятиях управления делами президента отразилась эта так называемая пандемия и экономические последствия. Сколько у тебя десятков этих предприятий? Честно государственных 78, а вообще столи государства более 110. Ну вот, 110 предприятий. Это не у каждого министра столько предприятий. Это люди, это трудовые коллективы, это тысячи людей, которые себя позиционируют с президентом в том числе. Поэтому какова вот ситуация, где более настораживают предприятия и тенденции негативные. Потому что вот я встречался с руководителями заповедников наших, они просьбы высказывают где-то поддержать. Не всех поддержать, а часть людей, которые в силу того, что экономика остановилась, границы закрыли и туристические они те потоки. Поэтому нам ни в коем случае нельзя потерять людей. Ну и управление делами, это и Бог велел, чтобы тут не было никаких проблем. Поэтому что можно и нужно поддержать их хотя бы парам месяцев, пока восстановится экономика в мире. Они от нас зависят. Но я думаю, за пару-тройку месяцев экономика заработает и у соседей, и в России, и так далее. Люди начнут перемещаться. Но вот эти месяцы надо, конечно, их поддержать, трудовые коллективы. И так везде. Доклад был грунтовный. Разглядался и широких других вопросов, которые отыщаются функционирование, кирование с правами. Протягиваем выпуск. Правовые инспекторы працы Галиновых профсоюзных организаций провели сегодня про мыя телефонные линии. В связи с эпидситуацией, особистые приемы часово спинены, и такая форма консультования сейчас является основной. Наши корреспонденты почитались, с которыми вопросами до юристов взверталися жихары региона. Дистанционные профсоюзные приемы кожной опошней шатвер месяца на Гомельшине проводилися и ранее. Але в связи с эпидситуацией зараз час их работы повеличили за одной годины до четырех. Теперь потелефоновать можно с 9 до 13 годин. У областной организации Белорусского профсоюза работников адукации и навуки бесплатную юридичную допомогу сегодня оказывала Галовный правовый инспектор Наталья Филипенко. Темы – житевые. Предоставление додатковых социальных отпусков все размиркования в учебные нагрузки сяроднаставников на наступный научальный год. Обязан ли наниматель сохранить прежний уровень нагрузки, какие есть гарантии для каких категорий. По-прежнему, так как наступает пора трудовых отпусков, ряд вопросов касается и порядка предоставления трудовых отпусков отдельных льгот и гарантий для отдельных категорий. В Оголе зараз профсоюзу перейшли на активное взносение с людьми с выкористанием сучастных техничных махчимостей. У областных объединений профсоюзов что день працуют с телефона и доверия. 32 90 85 и 612 90 85. Яши одна махчимость поведомить об своей проблеме социальные сетки на официальных аккаунтах и сторонках областных объединений профсоюзов. А про шатаго, зараз можно покинуть электронный заворот рубрецы «Юрыдышная консультация» на сайте Федерации профсоюзов Беларуси. Особливо запотрабованными интернет-махчимостей становится калеразмо в идее не просто об консультации, а в ирошении реальной проблемной ситуации. Поступают вопросы, которые требуют детальной проработки, ответа на них. В таком случае мы предлагаем граждан либо обратиться к нам с письменным обращением, либо направить электронное обращение, либо с использованием сервиса Вайбер направить документы, то есть сфотографировать, потому как по телефону, конечно, сложно оценить то, что на самом деле произошло у гражданина, ту проблему, с которой он обратился. Но, безусловно, нужно проблему оценивать и со стороны работника, и в то же время оценить и позицию нанимателя. Аптеки Гомеля организовали доставку леков до дому. Заказы принимаются от 30 рублей. Заявки от ЖХРО поступают на дистанционный сервис в интернете. Заказать можно любые препараты, которые не потребуют рецептурача. Так само заказ могут увости сроки гигиены, медицинские выработки, диетичное харчевание и косметика. Под забороной психотропные, наркотичные эмоционодейные речевы. Заказчики совершенно разные. Это и пенсионного возраста, и люди, и молодежь. И ввиду того, что это очень удобно, заказывают абсолютно все. До проекта подключились и одразу две буйные аптечные сетки. С початку курьерская служба будет працывать с понеделка до субботы. Коли сервис выйдет на полную силу, доставка станет доступной и у выходные. Оплатить покупку по куль можно только на явными грошима. Находаем перолик с 29 фармкомпании, которые имеют право займаться доставкой леков, был затверджен на минулом тыдне постановой Совета Министра. Усе ближе завершение научного года. Для каждого наставника и наученца он был по-своему уникальным, но у всех объединяла однокаличность супредстояния коронавирусной инфекции. Учебный год оказался непростым для установ адекватности. Каким он стал для Гомельского колледжа народных мастацких промыслов, доведался Миколай Скинтиян. Ураживая накольки колледж насыщенный мастацкими вобразами. Унутри из надвор койоны прогожены шматликими скульптурами, картинами, вырабами декоративного мастацтва, усягэта творчость наученцев. Выставочные залы, у яких кожная дробисть от экспонатов до оформления, зроблено руками студентов колледжа, саправдная гордость установы. Житцё тут заусюдеки пить, навод в умовых пандемии. Мы можем отметить, что, в общем-то, особых изменений в учебном процессе нам не приходилось производить, потому что учащиеся посещали, я не могу сказать, что было очень много больничных исправок. Кто желал, тот обучался дистанционно, остальные проходили обучение на базе нашего колледжа. Практика для наученцев колледжа – необходность. Специальности, яким тут научаются, потребуют скорпотливой ручной працы. Тому важной задачей для кераунительства установы стало захование беспеки. У колледжа рупливо выполняют все санитарные меры. Мы обеспечены дезинфицирующими средствами. Кто желает, у нас приобретает маски, мы сами их шьем для своих работников. Мы всех обеспечили в обязательном порядке средствами индивидуальной защиты. Обязательно проводятся проветривания учебных кабинетов и мастерских, и, конечно же, влажная уборка и санитарная обработка всех помещений. До конца навучального года застается меньше, как месяц. Худко пройдутся экзамены, после каких одни навученцы отправятся на каникулы, а другие уступят в самостоянное життя. До речи, пышных мероприемств у гонор-выпускников не плануют. Обмежуются урочистым уручением дипломов во дворы колледжа. Далее почнется уступная кампания. Эпидемичная ситуация вымусила обменить день открытых зверей. Тому абитуриенты активно подтримливают с колледжем про социальные сетки. Что тычется уступных испытов, то коронавирус не перешкодит провести их поспехово. У нас достаточно учебных кабинетов, для того, чтобы максимум 12, минимум 10 человек мы могли рассадить. Дистанция социальная будет соблюдаться и учащихся мы можем обеспечить теми же средствами защиты маски и перчатки. Приемная комиссия будет в масках? Конечно. Не глядя на эпидситуацию, колледж народных мастацких промыслов живет своим житем, а ли не игноруемых чему небеспеку. Активность, працавитость и разом с тем настороженность доиснуютшей проблемы в свете допомогли установят поспехово подойти до конца навучального года. Миколай Скинтиян, Игорь Марышенко, телерадоя компания Гомель. Его працованный шлях амаль 50 годов, а сирот выхованцев десятки чемпионов краины и света. Спортивный тренер с Добруша Владимир Кулиненко особо уникальная. Его методики дозволяют заставаться лепшим у своем виде спорту многие годы. Дмитрий Котов доведовся об сокрытах поспеху талиновитого тренера. Починал выпускник Гомельского державного университета имя Франциска Скарыны больше за 40 годов тому с набором группы побегу. Поспех не примусил долго себе шекать. Выхованка тренера Татьяна Макушенко на республиканских споборництвах стала чемпионкой Беларуси. В 8-м классе она выконала норматив майстра спорта по легкой атлетице. США сам Владимир Кулиненко переориентовался на подрихтовку юных спортсменов в Ашматборье. Набрал спортивный класс, отобрал 6 детей, хороших детей, девочек, и начали готовить многоборье с ними. И представляли Белоруссию, тогда БСССР, представляли ее в Евпатории. Ну, мы заняли третье место, приятно было, конечно. Ну, что-то недовольтворенность, появилось какое-то чувство и мог выиграть. Поэтому приезжаем, опять набираем класс, три года его готовим и опять выезжаем. Ну, сейчас в Севастополь уже выезжаем, на первенство Советского Союза. И там выиграем. После международной споборницей Пашматборье отменили, проводились региональные, а ли амбиции тренера были мацней. И он претендовал на сусветное признание для своих выхованцев. Почал заниматься киданием копья, выучал специальную литературу. Один из первых его выхованцев, Эдуард Евграфов, выиграл первенство СССР и занял другое место на чемпионате света в Корее. С того часу Амаль усех, кто занимался подкеровництем добружеского тренера, досягали спортивных вышинял. Мой лидер это Галя Кахова. Она девочка очень талантливая попалась. И поэтому она достигла, пожалуй, моих ребят самого высока. Это она была третья. Мы поехали на чемпионат мира, еще маленькая она была, в Польшу. Потом оттуда через два года уезжаем в Южную Америку, в Чили. Там тоже она становится третьей. Ну, нюансы там были, разозлилась так. И через месяц в Италии первенство Европы, она там выигрывает и первенство Европы. И устанавливает рекорд Белоруссии. Это было 19 лет назад. И вот никто его не может побить. Таллент помноженный на метанакированность и процовитость. Только так можно досягнуть вынику. Упевненный Владимир Кулиненко. Перед своими выхованцами он николе не ставит минимальных задач. У метах только перемога. Да, может, я где-то жесткий. Может быть. Я не говорю, что... Да, где-то... Но потом, когда он поднимается на пьедестал почета, он понимает, что по-другому. Ну, нельзя было добиться. Спорт это дисциплина. Сирот своих выхованцев Владимир Леонидович корыстается непорушным авторитетом. Его шанують и поважают и коллеги по цеху. А досягнение Владимира Кулиненки отзначены на самым высоким узровнем. И он неодноразово был удостоен узнагород областного и республиканского значения. Дмитрий Котов, Яуген Макеенко, отель радиокомпания Гомель, Сдобруша. Оранжевый узровень небезпеки объявленный в Беларуси 29 мая с замоцнага ветру. В нашем регионе в пятницу будет воблачно с прояснениями. На протягу суток макчимые мощные дожжи и на больнице. У многих районах порывы ветру будут досягать 15-18 метров за секунду. Температура по ветру в ночи складе до 12, в день до 22 тепла. Дожжи, на больнице и мощный ветер чекаются и в ближайшие выходные дни. И, на жаль, по водле попереднего прогноза, в начале червеня с оправды летнего тепла чекать не варта. Звонки як шкло и близкучи як металл. Музей Гомельского палацево-паркового ансамбля протягивает знайомить гостей с богатым своих фондау. У новой экспозиции представлены предметы с коллекцией мастацкого металлу и шкла. Тут можно доведаться об технологии вытворчасти выработок, у опрацовцев которых потребуются огонь и высокие температуры. В среде экспонатов посуды упрогоживания, годинники и осветляльные приборы, декоративные элементы интерьеру и меблевая фурнитура, звоночки и дробная пластика. В этой витрины представлены экземпляры из стекла и металла, которые были найдены нашими археологами во время раскопок на территории Гомельщины. Стекло является экологически чистым материалом. изготавливают его из кварцевого песка, соды и известняка. А чтобы придать изделию определенный цвет, в состав добавляется определенный оксид металлов. Одним из самых интересных предметов на нашей выставке является 25-рублевая банкнота с изображением Александра Третьего. Это техника эгломизе, печать специальными чернилами на стекле. Шкло и металл со старожидности соседничали в жизни человека и часто случались в одном предмете. Среди металлов вылучали каштонные и коляровые сплавы, а так само сталь, чугун и алюминий. Основные техники опрацовки литё, колка, чаканка, тиснение, гравировка и филигрань. Шкло одразнивали по прозристости и колеры. По способе выработки вылучали формы згутного, водиманного шкла, згранённого кришталю, пресованного, шмацлойного або молочного шкла. Особливой техникой и одночасовым материалом являлась эмаль, которую, как правило, выкористовывали для декору складанных выработок. Это и так само иншие новины, информацию об проектах телерадио компании Гомель вы можете знать на нашем сайте в интернете по адресе www.tivergomel.by На этом выпуск завершен. Всего вам доброго Эфир телеканала Белару-4 продолжает де-факто в студии Руслан Габрилёв. Здравствуйте. Два ДТП за сутки на одной улице. Искорёжное авто и упавшие на проезжую часть осветительные опоры. К счастью, обошлось без человеческих жертв. Первое ДТП на восточном обходе в Гомеле случилось около часу дня. На закруглении дороги легковушка угодила в столб. От удара упали две осветительные мачты, перекрывшие движение в сторону улицы Хатаевича. Через 12 часов недалеко от этого места уже другая иномарка наехала на бордюрный камень и перевернулась. В двух происшествиях механические повреждения получили транспортные средства. Водители же не пострадали. Поваленные опоры увезли на утилизацию, автомобили эвакуировали. Дорожные службы и электрики проводят восстановительные работы. На асфальтобетонном заводе в Музырском районе 52-летний электрогазосварщик погиб от удара током. Трагедия произошла 26 мая. Рабочий подготавливал сварочный аппарат для проведения ремонтных работ. При попытке подключения аппарата к сети мужчина получил удар током и скончался на месте происшествия. Следователи опрашивают работников и администрацию предприятия, изучают изъятую документацию по охране труда и технике безопасности организации трудовой деятельности. Судебно-медицинскими экспертами на правой руке погибшего обнаружена электрометка. По предварительным выводам, смерть наступила от остановки сердца в результате поражения электрическим током. Прошедшие сутки Гомельская область прожила без пожаров. В сводках не зарегистрировано ни одного возгорания. Тем временем сотрудники МЧС включились в активную работу по доведению до населения новых правил пожарной безопасности, которые вступили в силу 24 мая и касаются безопасности жилых домов, садовых домиков и дач. Целью информирования граждан о внесенных в правила пожарной безопасности изменениях и предупреждения пожаров огнеборцы при поддержке работников ЖКХ и других служб организовали раздачу памяток населению и размещение обучающих наклеек. Спасатели заранее проанализировали и определили места, где их информация не сможет остаться незамеченной и приступили к активной работе. Начали данную акцию мы в домах малосемейного типа и в общежитиях. Ведь именно в таких домах ежедневно поднимаются и спускаются на лифтах более сотни человек. И каждый раз вызывая лифт граждане будут обращать внимание на яркие и очень важные советы от спасателей. В памятках и наклейках отражена наиболее важная для жильцов информация. К примеру, не допускается оставлять без присмотра зажженные свечи, курить в кровати, выбрасывать непотушенные сигареты и спички из окон и балконов, а также мусоропроводы, мусорные контейнеры, баки и урны. Запрещено пользоваться лифтом при пожаре. Кроме того, спасатели заостряют внимание на том, что согласно вновь утвержденным правилам, при разведении костров минимальное расстояние от выступающих частей зданий должно быть не менее 8 метров, а специальные приспособления для приготовления пищи должны быть расположены не ближе 2 метров. К нарушителям будут применены меры административного воздействия. Это все новости на сегодня. Оставайтесь с нами и берегите себя. Я Руслан Габрилев. Благодарю за внимание. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Завтра двумя поединками стартует 11-й тур чемпионата Беларуси по футболу высшей лиги. Городей на домашнем стадионе играет с Неманом Жодинская торпеда со Смолевичами. Мозырская славя 30 мая отправится в Бобруйск, где проведет матч против Белшины. Начало поединка на стадионе Спартак в 17.00. В турнирной таблице Мазыряне на 12-м месте Бобруйчане на 16-м. Президент Международного Олимпийского комитета Томас Бах заявил, что Олимпийские игры в Токио могут быть отменены, если не удастся провести соревнования в 2021 году. К главному старту четырехлетия сейчас готовится 69 белорусских спортсменов в 15 видах спорта. Представители нашего региона завоевали 11 лицензий, две из которых на счету представительниц современного пятиборья Гомельчана Кольги Силкина и Ирины Просенцовой. Спортсменки сохраняют оптимизм, они верят, что Олимпиада в Токио все же состоится. Я ценю свое время в спорте. У меня нет такого. Даже если бы я не стала чемпионкой мира, я бы, знаете, и закончила, грубо говоря, в этом году спорт. У меня не было сожалений, потому что это лучшее время в данный момент в моей жизни. Ирина Просенцова и Ольга Силкина продолжают тренировочную работу. Пауза в проведении турниров и сборов хорошая возможность подтянуть отстающие дисциплины. Для гомельчан это конный спорт. Обычно ему не уделяют много времени. Сейчас же пятиборцы тренируются не менее четырех раз в неделю. Сейчас, чтобы меньше людей находились в общественном транспорте, меньше контактов было, мы перешли на одноразовые тренировки. В основном упор делаем на верховую езду, потому что в течение сезона как бы нацкоманда находится на сборе и не всегда получается часто ездить на лошадях. Поэтому четыре тренировки по верховой езде, две тренировки по фехтованию и ежедневно конечно плавание и бег. По стрельбе тоже тренировки две в неделю. Пока все находимся в ожидании. Лицензии во всяком случае есть, хотя бы это успокаивает, что не надо потом будет форсировать подготовку, если вдруг резко откроют турниры. Поэтому уже вроде как федерация определилась. В следующем году четыре этапа Кубка мира и чемпионат мира и финал Кубка мира вот они будут отборочными для тех, у кого нет лицензии. Ну а девочки будут плавно готовиться к чемпионату мира и уже дальше подводиться к Олимпиаде. Напомню, что Ольга Силкина чемпионка мира, Ирина Просенцова чемпионка Европы. Эти достижения позволили гомячанкам получить именные олимпийские лицензии в Токио. Последней возможностью завоевать путевки на игры станет чемпионат Европы и финальный этап Кубка мира по современному пятиборью, который пройдет в Минске с 7 по 13 июня следующего года. Шестой сезон детского легкоатлетического фестиваля «300 талантов для королевы» пройдет немного в другом формате. Причина тому эпидемиологическая ситуация. По информации Белорусской Федерации Легкой Атлетики изменения коснутся самого массового первого этапа. Для отбора среди учащихся второго и третьего классов будут использовать результаты тестов по физической культуре и здоровью за первую учебную четверть 2019-2020 учебного года. Для учащихся первых классов тестирование необходимо будет провести не позднее 10 сентября 2020 года и прислать их в адрес Федерации не позднее 14 сентября. Четвертый завершающий этап фестиваля пройдет в преддверии нового года в Минске. «300 талантов для королевы» проводится в Беларуси с 2015 года в четыре этапа для определения наиболее способных и одаренных учеников начальных классов. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на «Беларусь-4». «Беларусь-4» «Беларусь-4»» «Беларусь-4» «Беларусь-4» «Беларусь-4»» «Беларусь-4»»